Друзья, здравствуйте! В процессе общения с покупателями и заказчиками мы наблюдаем у многих некоторую путницу между названием и формой воротников. И это не удивительно, ведь вариантов данной детали одежды настолько много, что запутаться несложно. Поэтому мы решили записать сегодня краткое видео именно о шумных воротниках, которые призваны не только украшать, но и защищать. Я расскажу о тех вариантах воротников, которые используем мы в своей коллекции. А для лучшей визуализации видео будут вставлены в фонт и спереди. И начнем, пожалуй, с самого любимого всеми воротника – шалевого. Он имеет округлую форму, шефообразные полосы проходят от раннего центрального шва, обволакивая шею, мягко не спадая по груди, соединяясь в точке первой застежки. Помимо того, что такой воротник всегда выглядит очень аристократично и дорого, он еще и выстраивает вертикальную линию на изделие, что, конечно же, вытягивает силуэт. Мы их исполняем в нескольких вариантах. Первый – это классический, когда пластины меха делятся пополам, и половинки последовательно друг за другом выкладываются. Такой воротник может быть удлиненным, когда он переходит в красивые фалды, которые спускаются по длине шубы, либо стандартной длины. Такой воротник, он очень объемный, очень пушистый и очень богато выглядит. Второй вариант – это поперечная выкладка из целых пластин. Такой воротник наиболее выигрышно смотрится из соболя в серых, бежевых оттенках, когда более темный хребтовый рисунок явно просматривается на светлых оттенках меха. И следующий вариант – это продольная выкладка в целую пластину, когда мех смотрит ворсинками вниз. Эта раскладка наиболее выигрышно смотрится в изделиях из более седого соболя, ведь в этом случае серебряные волоски аккуратно лежат один к одному, и эффект от блеска седины еще больше усиливается. И следующий на очереди – английский воротник. Он состоит из двух деталей – это воротник и лацкан. Всегда имеет очень четкую форму, заостренные углы, либо слегка скругленные. Визуально такой вариант собирает и структурит фигуру, а прямые четкие линии лацканов ее углиняют. Английским он называется, потому что именно в Англии он появляется в 16 веке. В 18 веке в моду его вводят самые известные дэнди того времени Джордж Брамл, а уже в 20 веке принц Кенский, который был величайшим модником и иконой стиля того времени, и регулярно появляется в костюмах именно с таким воротником, плотно уже укрепив его модные позиции. И, пожалуй, самый практичный воротник – это стойка. Такой вариант надежно защитит от ветра, холода. Визуально немного за счет стоячей формы еще и удлинит фигуру. Мы их исполняем в двух вариантов. Первый – это застежка полузанос, когда одна половинка накладывается на другую, плотно захлопываясь на воду. И второй вариант – это застежка в стык, когда две половинки встречаются и закрываются на крючок. И еще один воротник, который мы используем в своих коллекциях – это опаш. Он родом из Франции, дословно переводится как хулиган. Это нечто среднее между стойкой и отложенным воротником. Визуально он выглядит, как будто бы мы большую стойку распахнули, разложили. Это всегда выглядит очень неизбито, очень стильно и легко. Он может быть разной длины и ширины в зависимости от модели и пожелания. Но всегда-всегда это очень красиво и стильно. Еще одна важная деталь. Абсолютно все наши воротники, независимо от формы, снабжены гибкими лентами, что делает их очень вариативными и практичными. То есть вы любой воротник можете поднять, закрыться от ветра. Он будет держать форму, совершенно не падая. Что ж, друзья, хочу сегодня всем пожелать успехов. Спасибо вам всем за подписки, лайки и комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok